Под Windows 10 в играх стал просто неебически высокий пинг. Ну первое что нужно попробовать, это проверить пинг не только на SpeedtestNet, но и на сайте самого провайдера например. Тут могут быть различия, SpeedtestNet показывает прекрасный пинг, а сайт провайдера очень высокий. В этом случае имеет смысл поебать мозги провайдеру. С точки зрения настроек Windows, стоит отключить картану, отключить брендмауэр, то есть Firewall, отключить защитник Windows или антивирус полностью отключить и удалить, если он конечно у вас установлен. О том как это все сделать на моем канале есть видео. Дальше нужно попробовать в свойствах сетевого подключения отключить протокол версии 6. Также в настройках драйверов сетевого адаптера нужно отключить функцию Interrupt Moderation. Если используется беспроводной адаптер, имеет смысл обновить к нему драйвера, а также понизить в настройках драйвера параметр Roaming Aggressiveness. Помимо этого в настройках обновления Windows нужно отключить распространение обновлений на другие компьютеры, потому что если эта настройка включена, ваш комп превращается в ебучую торрент-раздачу обновлений Windows. Кроме того в приложении Xbox нужно отключить запись экрана, то есть функцию DVR. Если у тебя настроен стриминг на какой-нибудь Xbox One или наоборот, его тоже нужно отключить. Кроме того имеет смысл сбросить настройки самого стима выполнив вот эту команду, а также настройки сетевых подключений выполнив вот эти команды в командной строке от администратора. Ну и конечно можно попробовать запустить стим и саму CSGO от админа. Если же высокий пинг только в CSGO, а у других игр все нормально, то возможно проблема в самом CSGO. Во-первых могло приехать какое-нибудь кривое обновление, а во-вторых может быть тупо комп не тянет, потому что десятка более требовательны к ресурсам. Поэтому в дополнительных параметрах запуска CSGO прописывай понижение разрешения до 800 на 600 точек, и попробуй поиграть. Если пинг уменьшился, значит пора менять железо. Кроме того, проблема может быть вызвана криво установленной виндой. Обычно это происходит когда до десятки обновились с предыдущей версии Windows, например с семерки или с восьмерки. В этом случае в Windows заезжает все старое говно, и глюки ты будешь ловить вечно и бесконечно. Поэтому прежде чем менять железо, нужно переустановить Windows начисто со сносом всех разделов. Только чистый Windows будет работать быстро.